I am different. I'm not like the other. Fucking serious. Чьи произведения вы можете наблюдать на заднем плане. Вуаля. Он вас немножко вовлечет в мир искусства, граффити, от чего многие далеки я, например. И начнем мы с того, как ты дошел до жизни такой. Началось все с того, что я родился в 86-м году. Родился просто красавчиком и с детства я пошел в художественную школу. Точнее не я, меня отдала моя бабушка. Я учился в художественной школе. Сам того не понимая, ходил туда 4 или 5 лет, я этого уже не помню. Я не понимал, что я тут делаю, почему мои сверстники гуляют по стройкам, жгут костры, а я хожу с какими-то бумажками, карандашами. В итоге все становилось уже понятным к концу школы. И когда я поехал выбирать институт после школы, я выбрал архитектурный. Поступил в него и понял, что с этим я и хочу связывать свою жизнь и свое творчество. В институте получилось, что я познакомился с людьми. У нас, короче, была мастерская, мы начали делать банальные заказы коммерческие. По росписи всяческих объектов. В итоге мы вышли на мэра города и работали с ним. Но это все как бы не было творчества. Творчество пришло чуть позже, когда пришло осознание, для чего и зачем ты это делаешь. Для меня, допустим, вот стиль, который выработался сейчас, ему буквально пару лет. Но теперь я хочу гнуть именно эту линию. И мое творчество есть профилактика, которую я несу в жизни людей. В нашей жизни современной очень много всяких негативных моментов. И люди уже теряют голову, не знаю, с ума сходят просто. И творчество может помочь людям немножко как-то... Сублимировать. Сублимировать, да. Направить их что ли на светлое. Как говорил, пускай это будет Шекспир, что музыка должна выстекать огонь из сердец человеческих. Про искусство я не могу то же самое сказать, но пускай это будет приблизительно. То есть это и есть профилактический момент, чтобы люди не превращались в эту биомассу какую-то серую. Может быть это не у всех получится и это хорошо, но кое-кто может вылечиться. Не знаю, на кого это повлияет. Короче, миссия художника, артиста, как создателя, он должен нести в этот мир что-то светлое, конструктив, нежели деструктив, которого в наши дни и так навалов. Поэтому мы остаемся на светлой стороне, продолжаем в том же духе, отказываемся ползать на брюхи. А вот этой девочке, которая присутствует на твоих картинах, как вообще это пришло? Девочка, не знаю, это может быть мое женское начало, потому что я по гороскопу так вышла, что я дева. И если бы я, будучи парнем, рисовал парня, это может быть было немного странно. Она, конечно, необычная, она типа такая на шифрах вся, но она лесная и она может как бы общаться с животными. То есть она больше житель природы и она и есть олицетворение природы, а природа олицетворение Господа Бога. Поэтому ее миссия принести какие-то моменты в места, которые экологически будут скоро страдать или уже начинают страдать. Она может повернуть какие-то деструктивные моменты вспять и повернуть их на развитие больше, на конструктиве. У меня несколько блэкбуков, отрисованных скетчей только про ее приключения. Я думаю, что еще лет пять я буду делать холсты с ее изображением в разных частях мира, в разных углах, с разными абсолютно персонажами. Тем не менее, мы сделали несколько фасадов с ее участием. Девятиэтажный, пятиэтажный мы сделали. Но как бы насчет стритата это отдельная вещь. То, что вы сейчас видите, это все делается самостоятельно. Краска и все остальное, никакого спонсорства. А хотелось бы, но пока этого ничего нету, ну и, как говорится, с ним. То, что я делаю, никто не контролирует это, кроме меня. То есть, это творчество, которое идет вот отсюда, вот сюда к вам. И абсолютно таки бесплатно. Пускай еще это не супер пропиарено и мало кто об этом знает, но это может быть свой плюс. Я остаюсь в андеграунде, потому что, ну, так вот воспитаны. Может быть, когда-то это станет мейнстримом, но это не цель. Мой идеал, это быстрее какой-нибудь Гауди, который погиб под колесами трамвая. И по новостям сказали о том, что трамвай задавил бомжа. А когда выяснилось, кто это, все ахнули, потому что это был великий Гауди. Но для меня он является тем, на кого можно равняться. Он делал великие вещи, великие сооружения, но при этом он не кичился этим. Был просто людиной. И, может быть, даже и это повлияло, что он настолько стал гениальным и до сих пор не могут даже некоторые сооружения достроить его. Здесь выбор, либо ты художник, которого знают все, либо ты просто творец. А знают ли тебя и когда тебя узнают, это тоже другой будет вопрос. У меня было несколько выставок. Я выставлялся здесь, в Жероне, в Барселоне. Я выставлялся когда-то давно, будучи студентом еще. А нас печатались статьи. Больше всего я горжусь, наверное, тем, что мы попали в одну газету в Каменце Подольском. Это было на пятницу 13-е. Это было очень интересно, потому что никто ничего не планировал. Но когда вышла газета, я ее купил в свою спечати, стояла пятница 13-е. У меня лежит эта копия. Ничего такого, просто ребята нарисовали пятиэтажный фасад. Это сейчас стрит-арт, это мейнстримы. Любой недохудожник может взять леса, найти спонсора и рисовать свою мазню. Но что он в нее вкладывает, вот это самое главное. Ну, по крайней мере, для меня. Одно дело, когда ты рисуешь дома на холсте, там, закрылся и рисуешь, что хочешь. Это твое дело, никто тебе не скажет. Но этический момент, когда ты выносишь свое искусство на люди, и ты должен понимать, что люди абсолютно разные. Нужно как-то, я не говорю о том, что нужно прям подстраиваться, но нужно понимать, что это творчество может кому-то очень не понравиться. То есть здесь-то и будет твое признание. Вообще, я просто, мне так нравится, как ты разговариваешь. Я еще немножко волнуюсь, мне бы это самое было. А сейчас скажи мне, пожалуйста, куда мы пойдем и зачем, и почему. Здесь у нас есть местный заброшенный завод, если кто знает. По аналогии с Нью-Йорком, это Five Points. Местные называют его местные Five Points. Там все то же самое. Сейчас мы пойдем, пока его еще до конца не разрушили, пойдем поснимаем. Там очень много интересных работ, и вообще там такое место очень специфическое. Там вводятся привидения, и говорят, что там пропал целый фургон с эмигрантами. Мы сейчас будем выяснять, так ли это. Ну, короче, эта работа была когда-то до меня. Это рисовал один Кент местный, с которым я познакомился. Здесь был его кусок, и дальше была эта крыса. Я с ним поговорил о том, что это возле моего дома, и типа я бы хотел порисовать здесь. Он сказал, что можешь нафиг все закрашивать. В итоге я влепил свой кусок с оленем, лесом и уткой, и апгрейдил его крысу, и получилась, типа, вот такая вот коллаборация, что ли. Вообще просто в Жеронские улицы мы еще не дошли даже, смотрите. Слушай, это еще не разрисовано. Мы сейчас пойдем в место, где ты действительно увидишь кусок на кусте, куда я тебя и собираюсь отвести. Окей. Когда-то давным-давно, наверное, лет пять назад, я пришел сюда, и я начал выкатывать фон для своего куска. Приехала полиция и сказала, что здесь нельзя рисовать. Эти стены были когда-то еще чистые. Я им объяснил, что через некоторое время их растращат местные граффитчики. Они сказали, да, мы это все понимаем, но рисовать здесь не можно. Меня вежливо попросили все свернуть, я ушел домой. Прошло буквально лет пять-шесть, и вот все, что мы видим. Мы сейчас заходим на территорию завода. Вот, мы сейчас находимся на улице, где совсем другие правила. Когда-то это все был завод или фабрика по производству чего-либо. Возможно, это был подпольный цех по пошиву говядины даже, никто об этом не знает. Сейчас мы имеем небольшую вот вот развалюку, которая превратилась в местные достопримечательности. Ну, кстати, это одно из легальных мест в городе, где ты можешь спокойно прийти, короче, и порисовать. Вообще, чуть-чуть за это не будет. Не боишься, если? Нет. Я думаю, что она струкредкая. Да, нормально, есть. Как все это так обладилось стрёмно. Пожалуйста, реально, такое зание, его, если бы правительство могло его просто хотя бы вычислить, и поставить двери, и сделать здесь, я не знаю, школу для чего-нибудь, рисования, для творчества. Просто есть какое-то место. В идеале, если я хочу вот такую мастерскую, чтобы вот там я спал, вот в той бочке я мылся и принимал ванну, делаешь себе лестницу вот эту пожарную, знаешь, охотники за привидениями, спускаешься, там ты живешь, у тебя там просто делаешь, что хочешь, голышом там ходишься, никто не видит. А здесь у тебя движуха, тебе постоянно светло, потому что карманы солнечные, световые. Вот эта стенка вообще, вот видишь, она вообще больше всего освещена. Но это в идеале, конечно. Даже он как-то мог, чтобы получиться, и по стене. Гули-гули. И рано спать ложишься, просыпаешься с петухами. Ну что, мы проследуем дальше. У нас экскурсия по достопримечательностям Каталунии. Смотрите под ноги, не давите ящериц, не попадайте в яму. Как подсказывает мне мое пищевое отравление, походу это водонапорная башня, либо пожарная станция какая-то. Сейчас можем посмотреть, что у нас здесь. Там хуй плакал. Довольно тихо. Я чувствую, как-то давно не был в курятнике, да? Реально. Прямо. Здесь просто лишнее. Здесь так гораздо что-то меняется. Постоянно что-то поджигают, перерисовывают. Устраивают свой дниж, поэтому... Такое, короче, здесь. Мы можем выйти туда дальше, пойти посмотреть. Заходим в зону привидений. И там есть фура с нелегальными эмигрантами. Поэтому это вам не шутки. Вот видишь, что эти черепа и крысы. Это последнее, что они смогли нарисовать. Перед тем, как они поступили на работу. Нашли портал, как попасть. С заброшки на железку. Здесь очень высоко, но все же я рискну. Отходим от железнодорожных путей. Подожди. Мы засняли полкар. Мы просто идем домой, да? Да, мы идем вдоль железнодорожных путей. Как ходить по... Шещебенки ровно. Просто идешь по вот этим бетонным штучкам и тебе здорово. Кстати, вот мой кусок когда-то. Помнишь? Да. Ну, это в принципе стрит-арт. Здесь перекрывают чуть ли не каждую неделю. Не каждый. Смотря, короче, как повезет тебе. Стрит-арт долго не живет. Вон 2017 год. Моя подпись. Ну, если меня спросите, где найти идеальное место под рисование, потому как все зарисовано. Я советую лезть выше, чтобы ты был в топе. Туда и вешать свой кусок выше всех. Слушай, я нашел тебе, короче, медальон, о котором ты всегда мечтал. М, значит, Маша. Ты же Маша. Вот тебе будет медальончик. Повесишь его себе на грудь. Если не будешь носить на крайняк, им всегда можно въебать. Ты там что-то нарисовал? Надо залезть. О, джиндемен. Мерси. Стою палку. Вот мой кусок, смотри. Лет 6-7 уже прошло. Видишь, он уже подвыцвел. Но, тем не менее, все на своих местах. Так что я рад, что мы сюда заехали. Скажи мне, что ты чувствуешь, подходя к своему дому, при том, что на нем нарисована твоя картинка с птичкой? Я чувствую запах свежесваренных пельменей. Супер! С удушатиной. И со сметаной. И со сметаной. Ну все, дорогие товарищи телезрители, радиослушатели. Наш замечательный день в Жироне с замечательным художником Григоровым подошел к концу. И, чтобы не потерять его, чтобы оставаться в контакте и следить за его новыми работами, нужно сделать что? Подписывайтесь на его инстаграм, который называется вот так, как вы видите на экране. Ссылочка будет где? В описании. Дорогие девушки, если вы хотите отправить свои части тела... С пометкой муза в директ, товарищу художнику, вы можете это сделать. Пожалуйста, овези. Дорогие отдыхающие, до свидания. Кто не услышал, повторяю, до свидания, ма. Пока-пока. Не люблю. Субтитры сделал DimaTorzok